Уборка придомовой территории, реконструкция детских площадок и капитальный ремонт в жилых домах. С этими вопросами жители Химок регулярно приходят на личный прием к главе городского округа Дмитрию Волошину. Одной из тем для обсуждения стала перспектива использования здания бывшего детского садика в Новогорске. Нам его передали, отца одного передали в таком состоянии, без коммуникаций. Там нет коммуникации, есть просто кирпич. Он работал до последнего, у меня ходила племянница. Комиссия провела обследование детского сада и вынесла решение, что без капитального ремонта его эксплуатировать нельзя. Садик строился еще в Советском Союзе. С тех пор стандарты дошкольных учреждений сильно изменились. Чтобы восстановить здание и сделать его безопасным для детей, нужно потратить сотни миллионов рублей. Сейчас администрация решает вопрос о целесообразном использовании здания и земельного участка. Если у нас будет инвестор, который сделает хороший образовательный кластер, то мы ее сделаем просто хорошую, коммерческую, но какую-то приличную, возможно, любую плату. Глава городского округа пообещал, что на месте старого садика построят именно образовательное учреждение, а не кафе или торговый центр. Вы помните, вы нам пару лет назад помогли установить шлотбаум? Мы приходили к вам с жителями, мы встречались с вами в Сходне, поэтому мы шли сюда с нами. Также на прием в голове пришли жители дома по улице Строители 3. Они хотят решить целый спектр проблем со своим жильем. Первое, что нас беспокоит, это состояние наших межплиточных швов. Вы думаете, какого года построить? 90-го. Вот эта плесень, которая у нас образовалась. 29 марта приходил ко мне инженер нашей управляющей компании, мы с ним составили акт. Однако даже спустя месяц швы так и не были заделаны. Эти швы, они появились там не вчера, они были в прошлом году, позапрошлом, я же вижу. 30 лет назад. Ну и 30 лет назад и так далее. Вопрос какой. У вас есть инвестиционный план на 2021 год? Да. Вот в этом инвестиционном плане эти работы учтены или нет? Я думаю, учтены. Нет, но надо точно знать, не думать, а точно понимать. Они учтены или нет? Также жители волнуют некачественная уборка в подъездах. Здесь вот есть список вопросов. Я хочу, чтобы мне по нему пояснили, по каждому. Ладно? А что происходит? Потому что я здесь ничего не увидел сверхъестественного. Глава городского округа Дмитрий Волошин говорит, что это небольшие вопросы, и их можно решить в течение недели. Подобные встречи с жителями городского округа проходят на ежемесячной основе. Каждый химчанин может обратиться к главе по волнующему его вопросу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова